Вадим Петрович сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал. Каждое утро, разворачивая вестник Самарского совета, стискивал челюсти. Каждая строчка хлыстала, как хлыст. Алексей Толстой. Хождение помог. Здравствуйте! Это телеканал Самара ГИС, и мы снова читаем Толстого. Собравшаяся вечером 26 октября 1917 года у кинотеатра «Триумф» на Дворянской толпе, пришла сюда не для того, чтобы смотреть кино. Да и о каком кино можно было говорить, когда накануне вечером в Петрограде произошел переворот? Когда стало ясно, что стены «Триумфа» не смогут вместить всех собравшихся, собрание переместилось в здание театра цирка «Олимп». Когда возбужденная толпа расселась в зале, на сцену поднялся оратор, который прочитал несколько последних телеграмм из столицы. Петроградский гарнизон и пролетариат свергли правительство Керенского, восставшее против революции и народа. Переворот произошел бескровно. В октябре 1917-го Толстой жил в Москве. Но здесь, в Самаре, оставался его отчим, приемная дочь его родителей, Шурочка Первякова, друзья, знакомые, все те, кого он знал многие годы и кто был ему дорог. Может быть, поэтому, нескольких лет спустя, когда Толстой будет писать свою книгу о революции, он не забудет о городе своей юности. Дашина сестра Екатерина Дмитриевна увезла мужа Вадима Петровича Рощина в Самару к отцу, где можно было спокойно переждать до весны, не дрожа за каждый кусок хлеба. К весне, разумеется, большевики должны были кончиться. Доктор Дмитрий Степанович Булавин намечал даже точные даты, а именно между концом морозов и началом весенней распутицы немцы развернут наступление по всему фронту, где митинговали остатки русских армий, а солдатские комитеты среди хаоса, предательства и дезертирства тщетно пытались найти новые формы революционной дисциплины. Дмитрий Степанович постарел за эти годы, жил неважно и еще больше разговаривал о политике. Он чрезвычайно обрадовался приезду дочери и сейчас же взял в политическую обработку Рощина. По целым часам сидели они в столовой за самоваром, двухведерные измятые машины, пропустившие через нутро свое целое озеро кипятком и от старости наловчившийся, чуть только бросив в нее уголек, подолгу петь провинциальные самоварные песни. Дмитрий Степанович, одетый крайне неряшливо, обрюзший и потучневший, с седыми нечесными кудрями, курил вонючие папироски, кашлял багровее и говорил, говорил. «Странишка наша провалилась, к чертовой матери, в войну мы проигрались, не в гнев вам сказано, господин подполковник. Надо было в 15-м году заключать МИРС и идти к немцам в кабалу и выучку, и тогда бы они нас кое-чему научили, тогда бы мы еще могли стать людьми. А теперь, конечно-с, медицина, как говорится, всем в случае бессильна. Оставьте, пожалуйста, чем мы будем обороняться? Вилами-тройчатками? Этим же летом немцы займут всю южную и среднюю полосу России, японцы Сибирь, мужепесов наших со знаменитыми тройчатками, загонят в тундры, к полярному кругу. И начнется порядок, и культура, и уважительное отношение к личности. И будет у нас, Руслан, к чему я весьма доволен. Дмитрий Степанович был старым либералом и теперь с горькой иронией издевался над прошлым святым. Даже на всем доме его лежал отпечаток этого самоплевывания. Комнаты с пыльными окнами не прибирались, портрет Менделеева в кабинете густо затянуло паутиной, растения в катках высохли, книги, ковры, картины так и лежали в ящиках под диванами с тех пор, как в последний раз, летом 2014 года, здесь была Даша. Когда в Самаре власть перешла к Совдепу, и большинство врачей отказались работать с собачьими и рачьими депутатами, Дмитрию Степановичу предложили пост заведующего всеми городскими больницами. Так как по его расчетам выходило, что все равно весне в Самаре будут немцы, он принял назначение. С медикаментами обстояло плохо, и Дмитрий Степанович пользовал одними клестирами. «Все дело в кишке», — говорил он ассистентам, глядя на них с ироническим превосходством через треснувшее пенсне. «За время войны население не чистило желудка. Покопайтесь в первопричинах нашей благословенной анархии и упретесь в засоренный желудок. Так-то, господа, безусловный и поголовный клестир». На Рощина разговоры за чайным столом производили тягостное впечатление. Он еще не оправился от контузии, полученной 1 ноября в Москве в уличном бою. Тогда он командовал ротой юнкеров, защищая подступы к Никитским воротам. Со стороны Страстной площади наседал с большевиками Саблин. Рощин знал его по Москве еще гимназистиком, ангельски хорошеньким мальчиком с голубыми глазами и застенчивым румянцем. Было дико сопоставить юношу и с интеллигентной старомосковской семьей, и этого остервенелого большевика, или левого эсера, черт его там разберет, в длинной шинели с винтовкой, перебегающего за липами, того самого, воспетого Пушкиным Тверского бульвара, где совсем еще так недавно добропорядочный гимназистик прогуливался с грамматикой под мышкой. Придать Россию, армию, открыть дорогу немцам, выпустить на волю дикого зверя – вот значит, за что вы деретесь, господин Саблин. Нижним чинам этой сапатой сволочи еще простить можно, но вам. Рощин сам лег за пулеметом в окопчике на углу Малой Никитской в молочной лавке Чичкина. И когда опять выскочила из-за дерева тонкая фигура в длинной шинели, палил ее свинцом. Саблин уронил винтовку и сел, схватившись за ляжку, около паха. Почти в ту же минуту срочено сорвало осколком фуражку. Он выбыл из строя. В седьмую ночь боя на Москву опустился густой желтый туман. Затихла булька невыстрелов. Еще дрались кое-где отдельные, несвязанные кучки юнкеров, студентов, чиновников. Но Комитет общественной безопасности во главе с земским доктором Рудневым перестал существовать. Москва была занята войсками ревком. На другой же день на улицах можно было видеть молодых людей в штатском. В руке узелок, в глазах недоброе. Они пробирались к вокзалам – Курскому и Брянскому. И хотя на ногах у них были военные обмотки или кавалерийские сапоги, никто их не задерживал. Если бы не контузия, ушел бы и Рощин. Но у него случился легкий паралич, затем слепота временная, а затем какая-то чертовщина сердцем. Он все ждал. Вот-вот придут войска из ставки и начнут бить шестидюймовыми с Воробьевых гор по Кремлю. Но революция только еще начинала углубляться в народной толщи. Катю уговорил мужа уехать, забыть на время о большевиках, о немцах, а там будет видно. Вадим Петрович подчинился. Сидел в Самаре, не выходя из докторской квартиры. Ел, спал, но забыть, разворачивая каждое утро вестник Самарского совета, печатающийся на оберточной бумаге, стискивал челюсти. Каждая строчка полосовала, как хлыст. Всероссийский съезд советов, крестьянских депутатов призывает крестьян, рабочих и солдат Германии, и Австро-Венгрии дать беспощадный опор империалистическим требованиям своих правительств. Призывает солдат, крестьян и рабочих Франции, Англии, Италии заставить свои кровавые правительства немедленно заключить частный демократический мир всех народов. Долой империалистическую войну, да здравствует, братцы, трудящих из всех стран. Забыть, Катя, Катя, тут нужно забыть себя, забыть тысячи лет не прошлое, былое величие. Еще века не прошло, когда Россия диктовала свою волю Европой. Что же, и все это смиренно положить к ногам немцев? Диктатура пролетариата, слова-то какие, глупость. Ох, глупость российская, мужичок, ох, мужичок, заплатит он горько за свои дела. Да нет, Дмитрий Степанович, отвечал Рощин, на пространное рассуждение доктора за чайным столом. В России еще найдутся силы, мы еще не выдохлись, мы не навоз для ваших немцев. Поборемся, отстоим Россию и накажем, накажем жестоко, дайте срок. Катя, третья собеседница за самоваром, понимала из всех этих споров только одно, что любимый человек, Рощин, несчастен и страдает, как на медленной пытке. Коротко стриженная, круглая голова его подвернулась серебром. Худое лицо с ввалившимися темными глазами было точно обугленное. Когда он говорил, сжимая тяжелые руки на рваной клеенке стола, мы отомстим, мы накажем. Катя представлялась только, что вот он пришел домой, обиженный, обессиленный, замученный и грозит кому-то. Погоди ты там, уже мы с тобой расправимся. Катя, кому на самом деле мог отомстить Рощин, нежный, деликатный, смертельно уставший? Не этим же оборванным русским солдатом, выпрашивающим на студеных улицах хлеба и папирос. Катя осторожно садилась рядом с мужем и гладила его руку. Ее заливала нежность и жалость к нему. Она не могла ощущать зла. Ощутив его к кому-нибудь, она осудила бы прежде всего себя. Она ничего не понимала в происходящем. Революция представлялась ей грозовой ночью, опустившейся на Россию. Она боялась некоторых слов. Например, совдеп казался ей свирепым словом. Ревком, страшным, как рев быка, просунувшего кудрявую морду сквозь плетень в сад, где стояла маленькая Катя. Было такое происшествие в детстве. Когда она разворачивала коричневый газетный лист и читала французский империализм с его мрачными, захватными планами и хищническими союзами, ей представлялся тихий в голубоватой летней мгле Париж. Запах ванили и грусти. Журчащие ручейки вдоль тротуаров. Вспоминала о незнакомом старом человеке, который ходил за Катей повсюду и за день до смерти заговорил с ней на скамейке в саду. «Вы не должны меня бояться. У меня грудная жаба, я старик. Со мной случилось большое несчастье. Я полюбил вас». «О, какое милое! Какое милое ваше лицо!» «Ну, какие же они империалисты!» – думала Катя. Зима кончалась. По городу ходили слухи, один другого удивительнее. Говорили, что англичане и французы тайно мирятся с немцами. С тем, чтобы общими силами двинуться на Россию. Рассказывали о легендарных победах генерала Корнилова, который с горсточкой офицеров разбивает многочисленные отряды Красной Гвардии. Берет станицы, отдает их потом за ненадобностью и к лету готовит генеральное наступление на Москву. «Ах, Катя!» – говорил Рощин. «Ведь я сижу в тепле, а там дерутся». «Нельзя! Нельзя!» 4 февраля мимо окон докторской квартиры пошли толпы народа с флагами и лозунгами. Падал крупный снег, поднималась метель, медные трубы ревели интернационал. Шумно ввалился в столовую доктор в шапке и шубе, засыпанной снегом. «Господа! Мир с немцами!» Рощин молча взглянул на ерническое, широкое, мокрое, самодовольно ухмыляющее лицо доктора и подошел к окошку. Там за сплошной пеленой бурана шли бесчисленные толпы в обнимку кучами, кричая, смеясь. Шинели, шинели, полушубки, бабы, мальчишки валила серая коренная Русь. Откуда взялось их столько? Серебряный затылок Рощина, напряженный и недоумевающий, ушел в плечи. Катя щекой коснулась его плеча. За высоким окном проходила непонятная ей жизнь. «Смотри, Вадим!» — сказала она. «Какие радостные лица! Неужели это конец войне?» Не верится. «Какое счастье!» Рощин отстранился от нее, сжал за спиной руки. Разрез рта его был жесток. Рано обрадовались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Егорова